Катастрофические цифры по потерям ВСУ и грандиозное наступление Зеленского, Резникова и Чуйской долины. Тайные знаки для США, разрушенные те самые мистические скрижали в Джорджии. G20 не поддержала G7 в вопросе по Украине. Боррель фактически признал, что G7 находится в изоляции. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины не только 11 июля, 10.00. И начну я с двух очень резонансных новостей. С одной стороны, Владимир Зеленский, ну а в большей степени Резников, анонсировали некий грандиозный поход украинских войск на юг Украины. Ну а Зеленский как бы отдал прямой приказ. Ну, как говорится, делать заявление, конечно же, это не умеют. Особенно, если это касается для западной прессы, ну и, конечно же, для внутреннего зрителя, чтобы поднять боевой дух. Резников даже назвал, миллионные ресурсы готовятся для этого похода. Ну а тем временем понятно, что это заявление направлено на просьбы, просьбы, требования для того, чтобы еще больше выделили вооружений, денег, ну и всего, что нужно для миллионных ресурсов. Ну и по этому поводу в очередной раз многие пользователи соцсетей в Украине говорят, что Чуйская долина действует в окружении Зеленского. И когда некоторые обсуждают, кто там агент Кремля, многие действительно стали агентами Чуйской долины. И если вы помните, таких различных заявлений на различных ключевых критических точках со стороны Зеленского, его администрации и разных чиновников звучало уже немало. Но тем не менее, конечно же, это заявление в очередной раз вызвало определенный резонанс, особенно на фоне обстрелов различных городов и поселков со стороны тех же ВСУ. Но с другой стороны, согласитесь, как-то странно анонсировать какие-то действия, ну разве что это не направлено действительно для того, чтобы поднимать бойцовский дух и что-нибудь попросить. А тем временем некоторые источники из сети и из окружения Зеленского сообщают, что потери в ВСУ просто катастрофические. Вспомним Арахамия, который заявлял от тысячи потерь, до тысячи потерь в день, ну где около 500 раненых, ну и различные другие виды потерь, в виде ранений и пропавших без вести. Так вот некоторые непроверенные источники сообщают даже цифры в 50 тысяч и больше потерь. Конечно же, интересно, какие цифры озвучит администрация Зеленского или генштаб ВСУ, но пока что действительно те же мои источники из военного госпиталя говорят, что ситуация очень катастрофическая. Ну и я уже упоминал, что в соседнем парадном, где я проживал в детстве в доме, один знакомый погиб, а один получил серьезное ранение. Ну и представьте, сколько таких домов в Киеве, ну конечно же это не объективная информация, но тем не менее заставляет задуматься. Именно поэтому, наверное, наблюдается тотальное бегство от повесток по всей Украине. Ну а теперь к штатам. Интересная новость, которая больше, так скажем, заинтересовала людей, которые интересуются мистикой. Есть в Джорджии такие себе скрижали с определенными написаниями на них неких пожеланий для человечества. Кстати, видео о том, что произошло, также описание, что это за скрижали, можно посмотреть на моем телеграм-канале. Обязательно переходим, подписываемся, потому что здесь разгул свободы слова демократии. И идем дальше, потому что некоторые, конечно же, узрели в этом очередные тайные знаки, в разрушении этих скрижалей. Ну и раз уже о геополитике и глобальных процессах, переходим к G7. И в частности, Боррель заявил, что G20 не разделяет в полном объеме ценности G7 по Украине. Боррель буквально заявил следующее, что позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20. Глобальная битва нарратива в самом разгаре. И пока мы не в выигрыше, написал Боррель в своем блоге. Как в той поговорке, изолировали, изолировали, да не заизолировали. В итоге получается, что G7 находится сама сейчас в некой изоляции. Но Боррель считает, что борьба тревая. На этом, друзья, пока все, подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.